Доброго всем варвары господа, с вами Саварима, сегодня у нас очередная серия игры под названием Mountain Blade 2, ну что ж, мы продолжаем жизнь Грифу, сейчас, многие спрашивают сколько ему лет, я, нет-нет, иногда показываю, ему сейчас 53 года, дорогие друзья, у него есть хорошие друзья, правда многих он уже потерял, кто-то умер от старости, кто-то на поле битвы, кого-то казнили, правда я еще не видел, кого там казнили и все такое, ну у Грифа, смотрите сколько плен, тулак, шмулак, все эти чуваки попадали в плен, и Гриф у нас довольно такой жестко прокаченный, ну что ж, надеваем шлем, всем приятного просмотра, поехали дальше шатать, мы пока что вроде бы ни с кем не воюем, ну Боритор, Боритор с армией, собирает армию, вне серии я еще одного представителя клана привлек к нам, теперь у нас есть новый клан, клан Ошир был, Вежовик кажется был, кто-то, вот этот кажется, либо этот, либо вот Аня Бану был, да, короче у нас очень много кланов, и мне пришлось отдать один город, одному клану, чтобы они хорошенько себя чувствовали, чтобы от нас они не уходили, у нас пока что единственный один город, Чайкант, ну и другие города и замки в составе нашего королевства, вот, кстати, в городах очень много, и в деревнях есть миссии, которые нужно тоже не забывать делать, доступ к пастбищам, вот это такая миссия, конечно, в общем, вредная, я отменил закон доступ к пастбищам, и мы сейчас постараемся, может быть, даже и отказать, сейчас посмотрим, игра сохраняется, ну-ка, просто пообщаемся с представителями, короче, в чем здесь беда, беда в том, что эти, типа, представители одной деревни пасут свой скот на земле другой деревни, и тем это дело не понравилось, хотя закон этот я отменил, насколько я помню, так, уйди, пожалуйста, не волнуйтесь, мы пасем наши стада на этих туда-сюда со времен наших отцов и предков, Успокойтесь, вы правы, никто не имеет права продавать землю ваших предков, эти пастухи могут отвезти свой скот в другое место, либо вы можете подать жалобы своим знатным или тому, кто подал землю, закон гласит, что у покупателя есть права, и вам необходимо его соблюдать, ну, смотрите, здесь либо следовать справедливости, это второй, ну, справедливо, покупатели есть, либо следовать, ну, как бы, традиции, наверное, да, я предпочитаю следовать справедливости, мы получаем бабло и решаем эту проблему, теперь, смотрите, появляется миссия у этой деревни, тоже доступ к пастбищам, понимаете, такая же беда, и это дело, походу, либо пойдет дальше в верхнюю деревню, либо в нижнюю, вот в верхнюю деревню, вот, не знаю, эти миссии реально стакаются, то есть они как-то, как эффект домино, я сейчас пойду тоже справедливости, вот, теперь вот здесь появляется миссия, тоже, скорее всего, нет, уже доставит стадо в Донустика, дело в том, что если мы не будем выполнять миссии в наших деревнях, которые мы контролируем, то процветание будет уменьшаться, хотя в некоторых местах, здесь просто, можно сказать, простая миссия, которая доставит стадо, докуда? Донустика, Донустика, где это, Донустика, я их родственник, если это далеко, мы идти не будем, Донустика, где-то здесь, ну, в принципе, можно вот так вот сделать, да, Донустика, Римас, давай воюй, скукотища, Донустика, ну, да, нет, в принципе, недалеко, в принципе, я в ту сторону и хотел пойти, давайте отвезем стада в это дело, и, походу, дело сейчас, ребят, не волнуйтесь, обычно война начинается, быстро, сейчас пойдет, скорее всего, голосование, и скажут, чуваки, давайте шатать, если не будет война, войны, то, конечно, мы сами объявим войну, хотя, смотрите, вот наши кузеиты, они уже воюются с Тургией, кузеиты, это очень хорошо, самое время сейчас, в принципе, начать войну, ну, надо чуть-чуть, хотя бы минут 30 подождать, чтобы, не, не минут 30, хотя бы минут 15, наверное, да, чтобы наши представители, ну, наших кланов и представители наше королевство, они окрепли, потому что, ну, начали потихонечку бабло зарабатывать, все такое, появился еще очередной ход фикс, он еще на прошлой неделе, кажется, появился, да, где, наконец-то, они вот это всех мародеров восстановили, грабители, потому что все было сломано, так, кому надо обратиться, давай воюй, очень неинтересно, так, Сача Неон, его зовут, Сача Неон, Сача, а вот он, снабженец, иди сюда, я гриф, держись, да, отлично, прекрасно, кстати, что у них тут на рынке происходит, нам, по идее, надо уже, это, подожди, 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 а, прям, чуть-чуть, у нас известность клана будет 6 уровня, это очень хорошо, а что даст, ну-ка, посмотрим, дополнительный предел спутников плюс 1, дополнительный размер отряда для каждого участника в клане, плюс 15 человек, ну, Янтель, прям, нехорошечный, или очень хорошечный, я тебе скажу, очень хорошечный, Валера, душу, моталь, Бори, кстати, я вкачал очень хороший навык, который позволяет нанимать бандитов, у Валеры, кстати, какой навык получается, Валера, твой выход в лидерстве, ну, Валера, не такой уж прям хороший навык у него в лидерстве, и, да, к сожалению, да, у нас уже почти пол ляма, приход в кассу 2203, ну, это тоже хорошо, о, Валера, твой выход, ладно, сейчас посмотрим, что тут у нас, мясо, мясо можно продать, дерево шмерево, корову можно продать, курлык, кур, курлык, курлык, сливочное масло возьмем себе, пиво, а, глина нам нужна в нашем городе, шерсть тоже нужна, и соль, курлык, керамика и полотно, поехали, сейчас мы в свой город пойдем, и мне кажется, скоро уже надо будет начинать войну, собирать армию, прошлая серия, к сожалению, не так уж хорошечно была, Римас прям очень, очень много, да, и очень часто цитирует всякие комментарии своих видосов, и он просто, сука, бесит, достал уже, я отпишусь от этого Римаса, ну, я вам скажу, игра очень сейчас прям, ну, конечно, грех говорит, потому что компьютер у меня, конечно, чуть-чуть такой, средненький, да, хороший прям, вот, что это за компьютер, вы можете зайти в описании о канале, и там есть характеристика моего компьютера, вот, она не лагает, игра очень хорошо, тем более, у меня стоит на SSD, давайте на турнир сходим, ребят, просто поучаствуем тупо в турнире, я, кажется, ни разу не участвовал в турнире, насколько я помню, приз турнир, простая сабля, ладно, хорошо, пока мирно поживем, пока давайте мирно поживем, так, минус, тут кажется, сам за себя, да, получается, да, вы моя у коня не бейте, надо с разбегу, кстати, у нас степные, да, кони, степная лошадь, ну, хорошечно, поехали, минус один, минус два, прекрасно, ну да, ну мы прокачаны, тут, конечно, слово древковое оружие, кстати, мы вкачали, мы очень хорошечно прокачаны, и тут как бы к бабке не ходили, мосенок победит, хорошо, кусыр гиена, он нифига не засадил, прям жестко, я имею ввиду копьем, а не тем, чем вы подумали, конечно, ну, это такое, понимаете, так, и вот это вот сейчас чупок, и все, хорошо, но у меня в голову с коня попал, смотри, коня чуть не снес, так, последний тур, обычно вот так надела, папа, раз и на матрас, и все, быстро, раз-раз и на матрас, три известности всего лишь получили, известность получена три, и простая сабля, и доход 990, ну да, мы не качали навыки, которые добавляют известность и доход на турнирах, потому что мы на турнирах вообще практически не участвовали, господа, даже можно посмотреть таблицу лидеров, то есть я вообще не участвовал нигде, ухай, шмухай там, ну карп первый, там, 60 раз он победил, а я вот семир здесь есть, а я, меня нет, практически, может быть где-то сейчас выдвинусь, потому что я победил, первый раз участвовал, не, меня даже нет здесь, ой, идущую моталь точно нету, кстати, вот представитель нашего клана, ой, это, королевство тоже здесь находится, вот страница участвует, а я не участвовал, то есть гриф вообще у нас не участвовал, чайкант, ой, здесь у нас много разных миссий тоже проходят, кстати, у нас безопасность падает, почему, ну-ка давай посмотрим, проблемы связаны с деревней, минус 2 безопасности, торговец сопроводит караван, банда соперников, здесь армия браконьеров, банда соперников, армия браконьеров, а что это за миссия армии браконьеров, так, я бы хотел, да, у меня проблемы, несколько лет назад мне нужны были шкуры для моей кожевной, вернее, мастерской, и я нанял несколько охотников, я не задавал слишком много вопросов о том, откуда они брали эти шкуры, которые мне продавали, что ж, это была небольшая ошибка, теперь они объединились, как банда, и пытаются выманить меня из кожевного дела, короче, просто надо шатнуть бандитов, выполним миссию, и где они, а, они здесь находятся, да, ну-ка еще раз, чайкант, в деревню Испантар, вот она, да, и деревня, поехали, посмотрим, что это там за браконьеры такие, я их родственник, доставить стадо, так, сбор армии, что нам, типа, надо подождать, пока бракоши не придут, или что, отряд браконьеров сразится, а, да, бракоши хорошие, чины такие прям, ну мы их шатнем, а, может было уговорить их, господи, да что я делаю, ладно, погнали, мы их, мы их так шатнем, у них одни лучники, кстати, они мне еще шатнут, сами, лучники сейчас, наверное, засели, привет, ребята, вы, простите, пожалуйста, я хочу с вами пообщаться, да, примерно так, да, римас, в случае не снимай, римас, ничего не видно, римас, давай, до свидания, ну вот видите, как они стреляют, опа, хорош, блин, и жалко, что я чардж не вкачал, там, вместо чарджа я вкачал скорость коня, то есть маневр у нас, смотри, как они хорошо стреляют, прямо, посмотри, прямо, козлины, это поспоренный, курлык, давай вперед, не пропущу, не пропущу, ну и как я заблокировал, так, еще раз, да что ты, другая, римас, ночью не видно ничего, вот тебе и браконьер, так, надеюсь, никто там не погиб у нас, а, ну, в принципе, у меня-то никого нет, браконьеры, смотри, так, а, они не прокачиваются, да, ну, возьмем их, чумбы нет, может, раз, раз, и нам отраз, лайки, дизлайки, шмайки, отписки, подписки, короче, не забываем это делать, господа, римас, лайки, просит, дизлайк, отписка, у них даже кожа есть, ну, они кожа хотели, хотели заняться, да, так, мы решили эту проблему, сейчас посмотрим, тут надо стадо, да, еще доставить, сироэна, стадо, процветание, у, хорошее, ну, безопасность, да, уменьшается, надо будет посмотреть сейчас, как, что, 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 что тут у нас, доступ к пастбищам опять, в чем проблема, ну, давай, надо решать проблемы, по справедливости, хотя можно было, конечно, этого, 25 мародеров, идите сюда, идите сюда, мои хорошие, идите, так, сдавайтесь, они сдались, хорошечно, прекрасно, так, еще один мародер у нас, превосходно, сейчас мы их всех сдадим в этот, продадим в рынке, на рынке, так, у нас там было минус 2 безопасности, да, смотрите, уже в плюс ушли, проблемы, связанные с деревней, уменьшились, и, так как мы следим за деревнями, и все такое, и выполняем все это дело, кстати, я хотел сюда товар продать, который я купил, насколько я помню, мы покупали пиво, правда, пиво уже заканчивается, мы можем соль продать, надо снабжать свою деревню, свой город, так, и корову можем продать, прекрасно, так, ну, древесину отдадим, мы еще что-то брали, ну, походу, здесь оно не нужно, так, пиво шмиво, сыр шмыр, оно ума нау, зерно шмирно, а, глина здесь у нас производится, я тоже там глину покупал, но, к сожалению, не нужно, вот здесь кожа у нас производится тоже, овцы шмовцы, корову мы отдали, отдохнем немного, ну, что ж, продолжаем решать проблемы в наших деревнях, у нас три деревни, ребята, их везде надо решать, так, подожди, здесь что за, опять пастбище, наверное, вы достали уже со своим пастбищем, душу, а-то вот этих, давайте, сейчас этот, чепокнем, если догоним, так, смотрите, представитель этого отряда, он, видать, умер, и теперь они остались без главы, и они сейчас хотят добраться до ближайшего города, вот, нам надо, скоро, надо будет макеб забрать, ну, ты меня ненавидишь, минус 97, ну, мы чуть-чуть подправили, еще в будущем будут проблемы, господа, с городом, который я отдал, то есть у нас есть несколько феодов, да, смотрите, город Ортанград, кажется, лояльность падает, здесь у нас лояльность, ну, короче, везде лояльность падает, из-за того, что культура не та, хозяев этих городов, другой культурой, тиял, тиял, в принципе, нормально, сейчас я чувствую, замок, замок, а вот, болтахант, болтахант, лояльность тоже падает, ну, у нас только единственная, лояльность тоже падает, к сожалению, ммм, чайкант, надо быть чайкант, повыполнять миссии, чтобы лояльность чуть-чуть улучшилась, я не знаю, на лояльность влияет, нет выполнения миссии, ну, на безопасность, я вам сказал, вот, опять доступ к пастбищам, я их родственник просто, может быть, выбрать второй вариант, чтобы все успокоились, нет, я же говорил, что я доступ к пастбищам отменял закон, так, дипломатия, армия, доступ к пастбищам, ну-ка, еще посмотрим, а, нет, подожди, я же отменил и не сохранил, наверное, право на охоту, совет общин, город этот, правителя, гвардия, правителя, хартия свобод, народные трибуны, знатные свиты, государственной монополии, клан получает 5% влияния в виде налога, получает 5% влияния в виде налога, сгород производства снижено, священное величество, клан правитель получает плюс 3 влияния в день, кланы не являющиеся правителем, теряет минус, давай, кстати, священное правительство, выберем, вот, я буду больше влияния получать, буду потом этим влиянием делиться с другими пацанами, но они его будут терять, скорее всего, так, общественные валюты, клан получает 100 золота в день каждый город фракции лояльность по себе уменьшается на один день не это не хорошая чина стоимость влияния за голосование аннексии фиода снижена на 50 процентов на голосование аннексии фиода снижена я не понял долг правителя налог на уплачивается правящему клан более высокий торговой штрафу не не надо комиссии фракции так комиссии фракции стоимость влияния на сбора армии правителя снижается на 30 процентов цена поднятия сплоченности для армии правителя на 30 процент дешевле армия вовре во главе с неправителем обходится на 10 не так тоже не на война лог тоже наемник и тайный совет этот крепостное право деревне дают клану владельцу 02 влияние в день города получает один безопасно теряет один ополчение 1 процветание в день крепостное право деревне дают клану влияние города получает один безопасности дорожные пошлины торговый налог уплачиваем владельцу города увеличиваются на 3 процента процветания снижена коллективный совет вот право на вы посмотрите верность поселению увеличивается на 0 5 день ежедневное процветание в деревнях уменьшается смотрите верность зато у нас увеличивается земледельцы часто могут отстаивать законные права на общие площади и взимать деревень деньги за их использование однако если обычные люди подают петицию правитель он может предоставить им право использовать все общие территории для охоты и выпаса скота в качестве членов верность поселению увеличивается на 0 5 в день давай сделаем еще раз право на выпуск но увидите многие нет говорят а я говорю да потому что я батя я батя но все равно эти миссии выскакивать я теперь не знаю что с ними делать но законе закон бро закон надо соблюдать идите по сети пока что здесь ведь эти проблемы начинаются опять ну что здесь у них а убежи бандитов давай возьмем зачистим так убежи бандитов обязательно надо сделать так ребята отлично все так посмотрим так теперь эти мне возненавидели до 9 9 и надеть войска вот эти войска можем нанять что у нас войска очень хорошечная вам скажу 1290 процветание в этой деревне это просто невероятно давай быстрее так где они вот с о придется идти в эту сторону обойти придется и массе играть не умеет и массе играть не умеет да пока у нас сегодня не военной миссия так эти что дело не патрулирует просто до бесполезной армию собрали и патрулирует просто тупо skyrim 1730 нормально такая армушечка до набралась посмотрите ребят вот пожалуйста туда у сюда у она уманом сохраним перед тем как выполнить эту миссию так у нас уже полмиллиона офигеть мы зарабатываем деньги упадет так 2796 кого возьмем с собой мне вот этих братья бой не будем давайте легионеров имперский легионер вот эти хорошечные пацаны вот их и возьмем я сформил кстати еще караван вне серии ну чё там как бы вы уже знаете что это такое давайте пилюли берите сюда линия так они хорошие лучники да насколько я помню привет ну там лучше хорош рима сыграть не умеет ах ты сука все в атаку на что ты будешь так пожалуйста умирать хорошо и ума скил горит так она меч возьму о до свидос курлы курлы кур курлы курлы курл и курл и курл а пилюльки возьму наверно да я наверно лук выкину пилюльку возьму это стрела стрелок с большая еще одну пилюльку возьму апель пилюм пилю ну я ее пилюку называю оп я ее оставлю для главы так вы ребята без меня разберетесь или чем мне за вами идти кстати интересный факт что когда ты уже за ну взял лук и стрелы да ты за стрелы выкинуть не можешь насколько я понял или может быть что-то неправильно делаю но ты можешь выбросить оружие все только на стрел они не выкидывается может быть как-то выкидывается же ну я не знаю как это делается нормально он так парировал да я здесь не разобьешь не нам перекрестный удар хотел бы узнать как как делать перекрестные удары обожаю это звук звук металла а вот еще один чувак ты посмотри какой козлина ну чё подождем пока где-то мой кофе пусть они сами разберутся все вместе все вместе убираем щиты все вперед пошли вперед-перед-перед-перед-перед-перед душу модель прямо сиди воюй неинтересно римас даю бастер хорош а еще один остался вообще там она вот сверху были гонеры жестко делает чем ребят с одного удара чпок не у чувака как вы думаете вот этого вот этого чувака спокнем с одного удара ну вот посмотрим сейчас чипуль 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 не раньше я часто такой раз пилюлька ему раз в морду и все ну что-то пошло не так господа у нас что-то пошло не так так ну ладно сейчас мы раньше кстати миссия проваливалась ну сейчас она не проваливается ой не туда зашел простите о мы можем что-то создать создаем и уходим да бывает бывает и такое ничего страшно мы затащим катку не переживайте нашли гонеры улучшаются все нормально это так было задумано надо же как-то этот продлить как говорится кайф прохождение нашего мы сейчас полечимся шма лечимся туда увидите это знаете что это за звук это хитиметр это когда вот зашкаливает тахометр до конца начинает пикать ну предупреждаю что идет хейт римас в комментариях жесткий сука хейт идет очень нам она жесткий кстати давайте посмотрим сравнение дипломатии допустим с ботани мы наравне с кузаитами мы не норму они мы их превосходим с кем они воюют еще раз посмотрим со стурге также воюет превосходно кур курлык 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 так ну что ж пора армию собирать заранее сейчас мы выполним эту гребаную миссию сначала что-то пошло не так уж простите господа бывает и такое ждем я думаю сейчас у них будет мало бойцов в убежище римас тесу убежище не можете африбус погнали легионеры а давайте 2 3 лучника возьмем и возьмем имперской опытный пехотинец пусть они прокачиваются потом у легионера взяли опытный пехотинец тоже нормально так стреляйте f4 пасхоли баджоли попадем отзывы и не попали попали хорошая еще раз мне не попали прямо сколько играть не умеешь хороша то что он не умирает а ты посмотри на эту козлину у нас минусы кстати кстати их больше стал ну-ка давайте ребятю ли разбираемся с ними по-быстрому имперский пехотинец имперский пехотинец что-то их много стало да мы с ними не разберемся не ори так я чё один остался до получается ладно же разберемся так уточняк выкидываем мы берем с вами меч меч возьмем и возьмем стрел ну чё придется одного разбираться курлы 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 кур кур курлы кур курлы кур я кстати очень медленно бегу потому что у меня очень тяжелая броня я раньше думал что броня не влияет на бег как это было первой части ага как раз я был неправ минус ты там встал сверху минус сколько осталось ну примерно также курлы 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 Продолжение следует... и вот здесь нет пойдем дальше смотреть блин пол хп оставили суки на был все-таки более опытных брать с собой я думал бойцов меньше станет окажется нифига а может быть я меньше взял с собой да нет вроде 15 атакующий а вот он оптать я здесь наверху смотрю так еще один где-то остался а вот он ой упал привет пока ну чё же 11 придется чем эту толпу шатать чай его ребята чпокну сейчас увидите смотрите идущую моталь бы валерой клюну сейчас он пойдет просто очень хорошо и сюда вот так вот вот ты все расстрастина матра чем вы тут улучшили гриф гриф что-то улучшил гриф о чем не показывает раньше показывал гриф а это тупо повышение а ну да ну гриф ничего не у а вот здесь тоже пока хороших курлы курлык ну слава богу что у миссии не проводился охранник каравана берем этих берем этих не берем ну не хорошечно ли ручно варяг варяг готовы так через control 4 раз и на матрас улучшили надо будет это пройти спас в город айка хорошечно выполнили миссию наконец-то это очень хорошо ты достал говорит хорошечно хирена лучи молодцы молодцы так дальше ну чё я дача маке буду забирать процветание у него хорошая мы будем макет за макет макет забирать но для начала сейчас посмотрим нам нужна пехота сильная ребята так в таверне продаем всех этих чуваков посмотрим кого мы можем здесь нанять двух уланов вот эти пехота нужно конные лучники смотрите смотрите вы посмотрите на этих чуваков какие они сильные какие просто обалденные банда соперников сопроводить караван но безопасность увеличивается потому что потому что потому что проблему поселений есть конечно же тенденция безопасности тоже но ожидаемо это очень хорошо ну так же лояльность надо будет ну лояльность у нас увеличивается потому что у нас право на выпасть если право на охоту это как-то перекрывает тот минус который дает культура посмотрим кстати вот здесь еще проходит олимпиада но мне не буду участвовать в этой гребаной ну вы мне поняли так там еще миссия какая-то доставить скотт сейчас посмотрим здесь что они нам предлагают 1200 процветания они нам ничего не предлагают нормально я просто хочу уже обученных пацанов нанимать заранее заранее но эти нас ненавидят потому что мы делали миссии так доставить стадо в город сирония я наверно пожалуй сделаю это дело ребята сиронию а сироне осаждается ну прекрасно и кто его осаждает западная империя ну да у них там восстание произошло и вот пожалуйста восстание вперед кто-то у нас прокачался кто же интересно то может быть кстати управление надо будет прокачать грифу а вот у этой красавица у нашей этой да а там просто вдвое уменьшит потребление еды и либо стоимость улучшения юности в снежном на диспром увеличивает потребление еды уменьшит вернее еды отрядом во время осады давай время с это же у нас во время осады шатаешь там она же у нас губернатор насколько я помню насколько я помню но мы раздали много наделов дабы не стать жаденым жадина говядина соленый огурец ну тебе придется ждать а то сейчас блин стадо-то три дня осталось я не знаю за три дня не успеется осаду снять либо садит город броу вас осада они уже штурмуют они уже штурмуют по жесткому штурму но я вам скажу ладно мы считаете шатнули и кузаитов дальше вполне вероятно нам придется встретиться вот с этими господами это у нас западная империя они довольно так очень хорошо от откушились но правда куяц они обратно потеряли которые захватили в этой игре очень достойно держится асирай вот они как бы в своих границах изначальных как это было где-то чуть оттеряли где-то что-то по захватывали но обратно все вернулось в связи то есть на фракции которая осталась при своих границах самом начале компании и сейчас подождем моя мама барит кофе может быть захожу все сделай подождем мою маму так три джиминьон сопливый джиминьон сопливый джиминьон вот он сопливый этот имя нормально хорошечно вот и решили проблему так ну все готовимся к войне готовься ремонтюна к войне и по ходу дела посмотрим еще какие миссии появились в наших поселениях именно в наших поселениях потому что миссии это очень хорошо когда ты решаешь проблема своих владениях процветание и безопасность увеличивается все это 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 все дело влияет на на всю эту шнягу посмотрим кого мы можем собрать этого 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 1400 сила давай соберем урлык ур-кур-курлык урлык да и по ходу дела надо еще по выполнять миссии что вы тут производите а зерно шерсть масло шмасло овцы шмовцы сыр вот это все на готовится к войне чтобы готовиться в не надо жрачка побольше брать на у них качество войск мне не нравится в городе добавить какого чайка город конечно ну такой хороший бойцы там вы здесь что производится тоже до хоряк овца шмовца сыр шмыр зерно шмир но превосходно идите работайте занимайтесь делами так мы никого она не можем это план а нанять не можем были по ждем сейчас соберем армию наверное пойдем воевать скоро будем захватывать все-таки макеб пока не там не заключили перемирие временное они уже заключили душу матачу его потеряли я татьял забрал сибирь надо будет потом забрать замок владив обязательно почему-то я поставил этот скотч я хотел забрать его а эти ребятю ли с кем воюет мы сейчас озерный крыс они низкими воют мы сейчас объем войну вот попомнить мои слова скорее всего когда мой кузаи там объявим войну скоро вот сибирь опять на нас пойдет я меду вот эти чуваки стульки но мы еще никогда не воевали как бы ему изначально кланом со всеми воевали до упагают этим упают ну так как мы состоим а ю ю они воюют фланги южной империи северной империи так как мы состоим в королевстве они перемирие с нами заключили на ну чайкан да очень хорошее процветание надо будет здесь еще производство какой-то 2 открыть сочи у нас там с производством другое другое болтахан санала пивовар санала у нас чайканди у нас нет производства я совсем забыл да продадим санале так болтахан да и артенград ну в санале можно принципе продать ну в санале вера болтахан де вот это вот по минимальным просто лучше мы будем сами производить у себя в городе что у нас тут завозится а подожди давай посмотрим что мы что у нас потребляется управление городом запас еды у нас уменьшается потребляется потребление городом ну щит шмидт туда у сюда ну мы можем знаете чё так у нас шерстяной ткач кожевник и пивовар я думаю для города надо сделать следующее давайте погуляем по городу сначала как король гулять по своему городу давай быстрее но древесина у нас может поста поставляться караванами по идее не обязательно что-либо вот кстати здесь пивоварня да я хочу купить это дело из нее сделать кузницу наверное у нас металл даже проблемы с металлом будет но мастер по дереву это будет луки производить щиты и все такое да крепкая древесина твердых пород имеет множество применения ремесленники берут древесину и делать из нее луки стрелы и щиты мастерская по дереву начнет работать через некоторое время вы уверены в своем выборе да я уверен в своем выборе давай бро а ну посмотрим кто тут чё тут набережного там бандиты есть да надо их по защищать немного по поляна ёптать привет чувак поляну поляну тоже защищать на все никого нет больше я уже объяснял несколько раз еще расскажу может быть те люди которые только начали меня смотреть и технология игры mountain blade такова что в каждом городе есть еще и лидеры бандитов допустим смотрите вот торговец вот лидер банды у этого чувака сила 513 он сильный сильный и у него есть он владеет ремесленником то есть он ремеслом занимается и также он бандит то есть у него его головорезы сейчас на набережной и шерстяной ткач ну в набережной семь чуваков головорезов также в каждом городе есть по два лидера вот этого вот походу я шатнул этого лидера бандита то есть его представители и сейчас он пойдет как придет ко мне на стрелы есть определенная вероятность что он как бы умрет ну это редко бывает но бывает ну как на поле битвы да у этого бандита тоже на набережную на зачистить их 7 человек силы его 515 чем больше сил у него тем больше конечно будет давать хороших вояк но он будет создавать проблемы в твоем городе а этот город мой я не буду создавать оставлять его в живых я буду зачищать эти и пони но это еще видите механика игры не до конца доработана к сожалению и мы пока так а в будущем даже ты можешь в чужом городе нанимать своих головорезов она не умерла мы очень пухные она раненого сейчас у нее сила еще будет в минусе сейчас посмотрим что мы можем взять от нее короче механика такова да ну мы мало чего взяли продолжим так теперь нам теперь этот чувак улучшил к нам отношения этот бандит вот отношение 38 ну я его тоже хочу шатнуть и найти его в набережной погнали искать набережную чтобы в городе ориентироваться зажимайте alt левый и вы можете увидеть где чё подписано и все такое видео он довольна он не значит к нему иду на набережную хитерёчка опять смотрите шатая вот она набережная сейчас мы туда придем и шатнем чуваков я вам скажу здесь будет сложновато один а тут два чувака всего лишь я шатну по-быстрому внутри апа 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 а вы чё ждали вы думали сейчас щё побудет да и америка европа так надо будет посмотреть сколько у него сил 500 чем тогда у него было сил 513 до 513 мы ждем мы занимаем эту позицию ждем пока никто не придет отбивать эту снегу ну-ка чайкан да надо тоже следить за своими наделами за своими городами чтобы все было хорошего 613 куда они идут интерес они тупо просто патрулируйте все налили пацанов в отряд и патрулирует ну они наверное что-то задумали да привет да что мы здесь имеем и он только знаете хорошечно прям у него 6 пацанов всего лишь у меня тут много тоже пацанов есть ну их будет здесь всего лишь чайдом разберут без меня поехать хотя вряд ли они разберутся хорош я увидел никого мы не потеряли надеюсь не знаю потеряли нет ну вроде бы хорошей лично гриф что-то прокачал у себя так золото заработали нормально и мы его чуть-чуть ослабили до 514 ну надо подождать немного и ослабим его наверно скоро так сколько нас собралось 868 кстати мы можем сейчас прям объявить войну и шатнуть их да почему бы нет надо будет еще кого найти их конечно он тут нанимает интересно так арена нанять войска вот этих вот этих то можно принципе всех забрать и будем их улучшать здесь ребята я думаю в следующей серии мы сейчас их вот эту армию можем шатнуть 627 всего лишь у них да да мы можем шатнуть их по идее только надо будет улучшить некоторых лучники бойцы копейщики хорошечно уланы шмуланы мародеры шмародеры до нужны нужны нужна еще пехота ну что ж я сохраняю в следующей серии мы будем являть войну и вшатывать эту армию да и пойдем сразу забирать тот город который мы потеряли маке мы его захватили и сразу же потеряли как раз мы ослабим у них 6 околад адок во струм еще из но ничего страшного все впереди играть хорошей игры ждите новая серия клюну с валерой сразу же будет до скорой встречи всем удачи